Вот уже в седьмой раз канадский международный журнал «Новый свет» объявляет лауреатов литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя, великого писателя, стиль которого сформировался под влиянием его работы для канадской газеты «Торонто Стар». Алена, здравствуй! Здравствуй, здравствуй, спасибо, что пригласил, я всегда рада с тобой поговорить. И с нашими зрителями, расскажи нам, пожалуйста, у вас прошло недавно, прошло вручение призов, премия литературная премия Хемингуэя. Расскажи, пожалуйста, что там произошло, кто у вас победитель, кого вы назначили победителем в этом году? В этом году у нас шесть лауреатов. Самое удивительное в этой премии, что случилось, это то, что в данном случае не просто журнал, а наше издательство «Литцвет», потому что журнал издается в издательственный цвет, очень прозвучало, благодаря тому, что мы издали роман, прям книгой, роман Анны Берсеневой, которая вообще на самом деле Татьяна Сотникова, и она иноагент. И она была названа иноагентом, да? Ее последний роман «Ариинская золотой» не мог выйти в Россию, потому что действие там происходит в Москве 22-го года, когда, ну, просто рушатся человеческие связи, обстановка вся вокруг войны или не войны. И поэтому мы предложили ей издаться у нас, потому что мы фрагменты романа до этого публиковали. Ну, мы же не такое крупное издательство, да? И как бы она человек, который издавался в России, и ее каждый роман был бестселлером, у нее там 10 экранизаций и сериалы и так далее. И она при этом согласилась. И вот мы получили такого автора, мы издали книгу, книга очень хорошо была издана, она понравилась автору, ну, и понравилась читателям. И мы дали Анне Берсеньевой премию Хемингуэя в категории «Крупная проза». И вот... А у вас вообще, вот как бы это премия для кого? Это для русскоязычных писателей, правильно? Да, те, кто... Вы очень на границе или как? Нет, у нас есть российские писатели, у нас есть украинские, аромянские. И у нас колоссальная география. Главные условия тех, кто в текущем году, за которые дается премия, был опубликован в нашем журнале. Опубликован в нашем журнале? Да. Если ты не был опубликован в течение года, то у тебя нет шансов попасть в номинант этой премии. Вот. Хорошо. А кто жюри? Жюри – это наша редколлегия плюс эксперты. Экспертами являются те, которые когда-то получал премию. Хорошо. Один номинант – крупное произведение. Какие еще? Кто у вас еще по принятию? Короткая проза – это Марат Баскин, писатель, который живет в Америке. Он очень известен тем, что он, так сказать, пишет кулинарный роман. Это прелестная совершенно история жизни и кухни еврейской семьи. Он там дает рецепты, прекрасные рецепты кулинарные. И я бы даже сказала, что такие рецепты жизненные, жизненной мудрости. И вот совершенно прекрасные рассказы. И мы ему дали премию. Премия за поэзию у нас получил Александр Кабанов. Очень известный. Я так думаю, что известный не только в Украине. Он известен и в мире. Книгу его недавно издали в Америке с переводами его стихов. Александр Кабанов сейчас живет в Киеве. И весь кошмар, который происходит в Киеве. Он переживает сам со своей семьей, с мамой, которую он перевез из Херсона вовремя. И все это в его стихах отражается. Но стихи не депрессивные. Они какие-то очень дающие надежду и силы. У него очень хорошие стихи. Но его многие называют просто современным гением. И ставят рядом с Кинжевым, с Цветковым. Вот Кабанов. Это такого уровня поэт. В номинации перевод у нас тоже американский писатель. Хотя она российский писатель. Тоже давно-давным-давно уехавшая в Америку. Хотя в протяжении всех лет она издавалась. До последнего времени. Она издавалась в России. Это Елена Катишонок. И мы ей дали премию за перевод стихов Нобелевского лауреата Виславы Шимборской, польской поэтессы. Совершенно потрясающие переводы. А Елена Катишонок сама была известна очень в России. Ее роман «Жили-были старик со старухой». Этот роман был и в «Русском букере», и в «Большой книге», и в «Ясной поляне». То есть у нее была очень успешная судьба в России. Но, тем не менее, она живет в Америке. Литература судьбы? Да, литература. Кто ищет? Публицистика – это у нас британская. Я вот прям так говорю, да, она российского происхождения. Но она уже такая, действительно, истеблиш, британский публицист, писатель. Карина Кокрелл Ферре. Ее прошлого года роман «Лоша». Ну, просто вот он сначала вышел в каких-то независимых издательствах, а потом большое издательство «Московское время», где Алексеевич, кстати, издавалось. Вот они издали роман «Лоша». Он очень популярен. А нам она присылала прекрасные публицистические работы по Первой мировой войне, по сегодняшней войне. Вот мы ей дали премию в категории публицистик. И самая интересная премия, которая у нас, я могу так сказать, вроде неожиданная, но мы имеем право, у нас в уставе записано, что мы можем давать редакторскую премию издательством, журналам. И в этом году мы дали издательству «Фридом Леттерс» Георгию Урушанцы, с которым мы сейчас постоянно сотрудничаем. И мы очень надеемся... А что это за издательство? Это издательство. И почему вы им дали такую премию? Потому что совсем недавно, ну как недавно, после войны Георгию Урушанцы, который когда-то был директором большой книги российской, он уехал из Москвы. После начала войны. Да, после начала войны. И как бы основал это издательство. Ему очень многие помогают, потому что надежда и необходимость такого большого, независимого издательства, где будут издаваться книги тех, кто уже не может быть издан в Россию, она просто назрела. И он такой пионер этого. И за последнее время, что 100 с чем-то книг издано. Мы помогаем ему. Ему очень многие помогают. Просто вот чем-то, чем как можем. И мы оценили его просто сумасшедший вклад в развитие как раз русскоязычной литературы. Хотя он выпускает книги на украинском языке. Очень интересно. Да. Скажи мне, пожалуйста, а вот ты, будучи редактор русскоязычного журнала, ты писатель, которого издают в Украине и в России на русском языке. Да. А вот дискуссия про русский язык ведь не виноват в этой войне. Правда? Моя позиция всегда была одинаковая. Я живу в Канаде. Я знаю, что это страна двуязычная. Ангела и Франка. И очень грамотная политика была по языковому вопросу. Мне что-то казалось, что Украина тоже к этому придет. Но не случилось. И агрессивная политика сегодня относительно русского языка мне совершенно не близка и непонятно. Неважно, на каком языке говорит человек. Главное, что он говорит. И на какой он стороне. И какая его позиция. Поэтому у меня просто надежда, что, может быть, когда-нибудь, вступив в Евросоюз, как-то будет Украина по-другому относиться. Далеко не к меньшинству языковому. Хотя очень многие мои русскоязычные... Я ведь из Одессы. Русскоязычные друзья... Я вижу. Да. Твоя толстовка. Вот. Перешли сегодня на украинский язык. Я их понимаю. Я их тоже понимаю в этой ситуации. Потому что, да, язык врага. А как по-другому? Ну, это легко. Вот ты можешь на украинский язык? Ну, слушай. Ну, во-первых, у меня... А, у меня стало чуть ли не вирусным. Один мой рассказ, который был опубликован в журнале Руар. Это Ленор Горалик выпускает такой журнал антивоенный. Сейчас есть новый антивоенный журнал Раш. И там появился... Ну, в общем, в начале войны я написала такой маленький маленький рассказ, мой украинский. И потом его по интернету я его встречала без упоминания автора. Неважно. Всё. Он стал таким немножко вирусным. Вот он рассказывал мою историю взаимоотношения с языком. Меня... Я не учила в школе русский... Украинский язык. Никто в семье не говорил на украинском языке. И я не понимала, зачем, если никто вокруг меня не говорит на украинском языке. Но мою маму послали снимать кино в Закарпатье. И там экспедиция в Закарпатье. И она там оставила на какое-то время у Марийки. Это я всё описываю в этом рассказе. Некой женщины украинской, с которой я начала говорить на украинском языке. И она мне рассказывала украинские сказки, мы пели песни. Через какое-то время, буквально через месяц, этот язык влился в меня, знаешь, как я пишу, как родниковая вода. То есть он меня настолько напомнил, что я просто очень органично на него перешла. И слава богу. Потому что я работала на детской киностудии редактором. Во время отсоединения Украины от Союза, мы нам тоже всей редакторе сказали, всё, ребят, переходим на украинский язык. Он у меня был недостаточный. Я старалась учить. Но, в общем, я как бы говорила на нём, особенно на всяких заседаниях, всяких худсоветах. И я его полюбила. Я его полюбила. И сегодня... Ну, у меня нет практики. Любые языки хорошо. Меня просто из ареста на сколько легко перейти с одного языка на другой. Да, но если это всё равно, если в юности где-то был такой шлейф, даже шлейф языка, то... Да, а мой дедушка вообще поляк. И у нас в семье как-то польский очень много слов. И мне казалось, что вот украинский ближе к польскому, естественно, к русскому. У меня было такое. Ну, тогда скажи мне, пожалуйста, а твои литературные достижения последнего года? А, мои литературные достижения. Да, я подписала на днях уже договор на третью книгу. А первые две, они вышли... Я по-прежнему издаюсь в России. Слава богу, я рада этому. Я не отказываюсь от этого. Ну, и в Украине тоже. Ну, а вот в 22-м году вышла эта книга. Всё, что помню. Книга воспоминаний. И в 23-м вышла книга... Она даже в целлофане. Эта книга вышла тоже в этом же литературном агентстве, в этом же издательстве, агентство Флабериум. Книга сказок. И на каждой из этих книг, что мне очень важно, по несколько слов Людмилы Улицкой. И в третьей книжке тоже это будет. То есть, вот, я рада, что я в Россию выхожу. И там, слава богу, выходят эти книги, где есть. И в Украине тоже. И в Украине, да. Ну, в Украине сказок не вышло, но там выходила обратная связь, большой сборник, и тоже всё, что помню. И мы с тобой встречались тогда и говорили... О чём третья книжка? Какая? Первая или вторая? Третья, на которой ты только что написала. А, третья книжка. Третья книжка будет называться «Ещё не август». Туда вошла повесть. Туда вошли некоторые такие миниатюры и некоторые рассказы. Я как-то даже была... Я была удивлена, что их включили, потому что они, несмотря на то, что я пыталась смикшировать какую-то остроту сегодняшнего момента, тем не менее она прочитывается. Но они вошли в этот сборник. Там повесть, там... И она будет называться «Ещё не август». И тоже её оформляет обложку Саша Николаенко. У меня все обложки Саши Николаенко. Это очень известный сегодня писатель, букерский лауреат и художник. Вот она оформляет мои книги. Спасибо тебе, благодарю тебя.